Сезон простуд открыт. Более 300 заболевших за две недели октября, таковы данные медицинской статистики городской больницы. Случаев гриппа зарегистрировано не было. У всех пациентов диагностированы острые респираторные вирусные инфекции. Наиболее уязвимыми оказались дети. В продолжение темы репортаж Ирины Волокитиной. Понедельник и пятница самые многолюдные дни в детской поликлинике. Количество маленьких пациентов с признаками простудных заболеваний обычно увеличивается после выходных и в конце недели, говорят медики. На сегодняшний день пока ситуация достаточно спокойная. В понедельник в среднем вызовов на дом к больным детям у нас было около 7-8 на каждом участке. И на приемах также около 15 человек. Из них где-то человек 5-6 может быть первичных больных. Количество вызовов на дом регистрируют сотрудники колл-центра, а пациентов, пришедших на прием, автоматизированная система. Например, сегодня за 4 часа работы в регистратуру обратилось 107 человек. Посетитель номер R-107. Пройдите в окно 4. Конечно, не все пациенты пришли с признаками простудных заболеваний. Но Серафиму Фуфанову с маленьким сынишкой сюда привела именно эта причина. Ребенок только начал ходить в садик, адаптаться. В связи с этим он заболевает. Это стабильно раз в месяц. Екатерина Бусалова впервые этой осенью пришла на прием к врачу. Утро у восьмиклассницы началось с повышенной температуры. Сказалась вчерашняя прогулка. Я пошла просто без куртки и все, и замерзла, и заболела. Переохлаждение – одна из причин сезонных заболеваний. Также ослабляет организм, недостаточное количество витаминов и неправильное питание. Мы родителям обычно рекомендуем осенью уже начинать профилактику. Какие-то укрепляющие процедуры. Можно закаливание, можно курс поливитаминов пройти. Естественно, мы всех призываем пройти вакцино-профилактику от гриппа, потому что вирусы гриппа дают наибольшее осложнение, чем остальные вирусы, такие как АРС-вирусы, аденовирусы. Они лучше поддаются лечению. Единственная у нас на сегодняшний день профилактика и гриппа – это является вакцинация. Пока есть в медицинском учреждении у нас вакцина, со следующей недели у нас она будет. То есть мы приглашаем активно на вакцинацию. Опять я повторюсь, это является одной единственной мерой профилактики против гриппа. В этом сезоне медики намерены привить около 12 тысяч лабытнанцев. Вакцинация проходит согласно плану. Благодаря тому, что мы привьем более 40% населения нашего муниципалитета, мы войдем в это пиковые числа более спокойно в этот период. То есть циркуляции мы можем ожидать, но такого всплеска уже не будет заболеваемости именно гриппом, если население привьется должным образом, как положено. Пиковые уровни заболеваемости, по прогнозам врачей, ожидаются в конце ноября. У каждого из нас еще есть возможность подготовиться к вирусной атаке. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное». «Время местное»